Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Август на дворе. Август на Руси, так повелось, последние лет 20, а даже больше, пожалуй, что он такой, значит, тревожный месяц, на все что-нибудь да происходит. Вот что-нибудь. Вот в последнее время опять начал расти доллар, евро. Это непонятно почему, вроде бы, нефть дорожает, а все равно растет противный такой-то доллар. И, соответственно, многие тревожатся, а что делать? Что делать с накоплением? Во что инвестировать? Как вообще это повлияет на нашу экономику? И в том числе на рынок недвижимости. Что вообще происходит в этом году в целом с рынком недвижимости? Потому что год нас такой, сами знаете, как пошел этот коронавирус, как начало нас лихорадить. И об этом мы сегодня и поговорим. Хочу представить гостей студии. Это Екатерина Разуваева, директор агентства недвижимости Century 21 век. Хочу сказать, потому что вообще Fox называется. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт Давид Ильич Магулашвили, директор Института экономики и управления нашего Тверского госуниверситета. Здравствуйте. Добрый день. Еще хочу сказать, выяснилось, что они коллеги, потому что Екатерина заканчивала этот самый замечательный экономический факультет, который теперь институт. Так что у нас об экономике поговорим, о недвижимости. А вы звоните по телефону 3190, у нас прямой эфир 3190. Если вы не знаете, куда вложить ваши деньги, если вы хотите спросить, правда, что будет с экономикой, вот Давид Ильич и Екатерина у нас тоже в этом сведущая. Если вы думаете, может быть, где купить квартиру, не уверенно, в районе, какую покупать, первичку, вторичку и так далее, я думаю, Екатерина на все эти вопросы сможет совершенно запросто ответить и вам что-то порекомендовать. Поэтому у вас блестящая возможность, никуда не надо бежать, ни в какое место недвижимости, не нужно даже звонить, нам ждать ответа. Позвоните нам, прямой эфир 3190, и вам обо всем этом расскажут компетентно и профессионально. 3190. Ну что же, господа, господин, точнее, и дама. Екатерина, вот как все-таки коронавирус отразился, который начался у нас в марте, как он отразился на рынке недвижимости? В самом начале пандемии мы наблюдали спад, люди находились в состоянии неопределенности, неизвестности, поэтому март-апрель мы наблюдали замедление темпов продаж. Со снятием ограничительных мер в мае стали восстанавливаться все бизнес-процессы, экономика стала восстанавливаться, добавились меры государственной поддержки, поэтому с июня, июня, июля месяц мы наблюдаем значительный рост на рынке недвижимости во всех сегментах. Это при том, что лето считается таким относительно мертвым сезоном, что люди разъезжаются, то есть обычно, насколько я знаю, на рынке недвижимости лето это не самый такой пиковый период. Да, 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 обычно спад у нас в летние периоды, но вот в этом году ситуация сложилась таким образом, что наоборот, впоследствии самоизоляции, люди больше времени провели дома, у многих отложились отпуска, и люди решили изменить свои жилищные условия, улучшить их, расширить площади, плюс государство, ипотечные ставки подталкивают людей ко всем этим изменениям. Виталий Ильич, но рынок недвижимости, он с экономикой завязан просто напрямую, ну элементарен, потому что квартиры не раздают, а продают. Если у людей нет денег, если они потеряли работу, если сократили зарплату, соответственно, не будут покупать. Если есть деньги, они будут. Как у нас, опять-таки, на экономику в целом региона, можно, конечно, страны, понятно, мы живем не на Марсе, а в составе единой нашей России, как вот этот коронавирус повлиял? Да, вы подняли два очень важных вопроса. Это вопрос с пандемией, и второй вопрос — это развитие такой отрасли экономики, как строительство. И правильно вы сказали, что эта отрасль такая мультипликативная, что завязывает на себя огромное количество направлений, огромное количество отраслей. Мне очень приятно, во-первых, находиться в вашей аудитории, и вдвойне приятно увидеть Екатерину, и вот как раз такими выпускниками я горжусь. И приятно, приятно, что она достигла в своем деле значительных успехов. А сейчас непосредственно на ваш вопрос. Дело в том, что обычно в строительстве одно рабочее место, созданное в строительстве, во всех других отраслях создает еще от пяти до восьми рабочих мест. Это такой локомотив развития в определенном смысле. И при правильном развитии этой отрасли, соответственно, мы можем серьезным образом повлиять на рост всей экономики. Но, к сожалению, наступил такой спад нашей экономики, который связан был не только с коронавирусом. С одной стороны, это коронавирус, который моментально поставил точку на определенный этап экономического развития. Эта точка была действительно моментальная. И сейчас мы говорим об кризисе, который вызван коронавирусом. Но на самом деле, если посмотреть развитие экономики, особенно после 2014 года, я сейчас имею российскую экономику, после 2014 года, когда мы вступили в режим санкционного развития, соответственно, наша экономика все постепенно, маленькими шажками, но все двигался, к сожалению, не в период, а назад. Это было связано и с тем, что нам ограничили доступ на мировой рынок финансовых инструментов. Это на то, что наши предприятия, к сожалению, не могли быть взаимосвязаны и иметь партнерские отношения с зарубежными компаниями. И так далее, этот список можно продолжить. Соответственно, мы наблюдали, что экономика движется назад. И вдруг еще и коронавирус. Соответственно, мы получили двойной удар. Когда мы оправимся от этого, то тут уже как бы различные точки зрения, мы их должны действительно изучать, обсуждать. Есть с точки зрения наших экономистов, есть с точки зрения европейских экономистов, мировых экономистов. Но при этом надо помнить о том, что все мировые экономики пострадали. Если в абсолютном выражении, больше всего пострадала, конечно же, экономика Соединенных Штатов и китайская экономика, безусловно. Самые великие экономики пострадали. В абсолютном выражении, это, конечно, колоссальные цифры. И в последнее время, и в относительном понятии, они тоже уже дают достаточно плохие результаты развития. Но другой вопрос. Мы знаем, что экономика и вообще человеческая жизнь, жизнь общества развивается циклически. Всегда есть подъемы, всегда есть пады. Невозможно всегда идти вверх и невозможно всегда находиться внизу. Это цикличность развития. И, соответственно, мы сейчас попали в такую ситуацию, когда, безусловно, мы наблюдаем падение, но при этом есть возможность серьезным образом осмыслить ситуацию. Почему мы так оказались? В чем дело? Какие надо принимать решения, чтобы в дальнейшем такого уже не было? Или даже если будет? Потому что эта ситуация показала, что не все можно предсказать. Как выйти с меньшими потерями? И здесь понятно, что в стране, у которых мощнейшая экономика, накопленный ресурс, накопленный запас, они, конечно, и будут выходить лучше и быстрее из этой ситуации. Как только, как говорится, они выйдут на плато и, соответственно, каким-то образом сумеют обуздать развитие этой пандемии, безусловно, выход из этой ситуации у каждой страны будет своя, разноскоростная. Самое главное, нам четко найти свое место и, соответственно, мы сделали максимум из того, как гружат из сложившейся ситуации и набрать нужный темп для того, чтобы наша экономика поправилась. Екатерина, в целом, если говорить, и опять-таки, Давит Ильич сказал, сколько создает мест строительства, что у нас случается на рынке Твери в плане по объектам? Я тоже хорошо помню, Давит Ильич уже упомянул этот кризис 2014 года, я хорошо помню, что, ну, эксперты, назовем их пессимистами, наверное, все-таки, говорили тогда, что вот сейчас все прекратят строить вообще. Что вот сейчас, вот вы видите, все, что закладывается, это все прекратится, это все, больше после этого ничего не будет, никаких новых проектов на рынке недвижимости. Вот достроим, доедим этот запас и все. Но прошло уже 6 лет с 2014 года, я вижу, что продолжают закладываться новые жилые комплексы, продолжают строиться дома, и поэтому интересно, что вы можете отметить, как ситуация обстоит на рынке первички, много ли вводится жилья? Я думаю, вам-то это точно интересно, потому что это ваш хлеб, то, что вы предлагаете покупателям. Но в целом, в период первого полугодия 2020 года, насколько я знаю, вообще по всей стране наблюдается незначительный испад темпов роста. Это связано, в первую очередь, вот с ограничительными мерами из пандемии, плюс ввод экскроу счетов. Тоже многие аналитики говорили о том, что некоторые застройщики даже уйдут с рынка, но, как показывает практика, все-таки постепенно строительные компании адаптируются. На мой взгляд, в Твери, наверное, сейчас не так много новых проектов, но в целом тот спрос, который существует сейчас, те меры государственной поддержки, которые существуют, я думаю, это все-таки простимулирует к дальнейшему развитию строительного рынка. Я сейчас перебью, извините, я сейчас давайте простимулируем что-нибудь купить. У нас реклама, три минуты рекламы. Дорогие телезрители, не переключайтесь, мы говорим сегодня о рынке недвижимости. Звоните, 300-190, а пока небольшая реклама. Мы снова в прямом эфире. Как видите, у нас разговор продолжается даже во время рекламы, тема интересная. Мы сегодня говорим о рынке недвижимости, что с ним происходит, перспективы рынка недвижимости, вообще стоит ли вкладывать деньги в недвижимость, мы тоже сегодня об этом обязательно поговорим, потому что деньги наши, к сожалению, наши рубли дешевеют. Поэтому стоит ли вкладывать, об этом мы тоже сегодня поговорим. Звоните по телефону 300-190, задавайте свои вопросы. Екатерина, так все-таки в продолжение, вот я лично все-таки, я вижу, что много продолжают новых комплексов, жилых закладок, комплексов, отдельных домов по нашему городу за вот эти 6 лет, которые прошли с момента начала очередного уже в нашей стране экономического кризиса. Вот вы согласны с этим? Конечно. Если брать период последних 5-6 лет, то, конечно, появляются новые застройщики, новые комплексы. И это все, наверное, обусловлено тем, что интерес к строящемуся жилью, к новостройкам возрастает. Ну вот ваш агентство недвижимости Century 21, какие вы, в каких комплексах предлагаете людям? Мы работаем со всеми застройщиками, продаем квартиры и от застройщиков, и от подрядных организаций, со всеми сегментами работаем. А что пользуются спросом? Какие? Опять-таки, какие-то с точки зрения месторасположения, или с точки зрения материала, может быть, дома? Я думаю, что все-таки, наверное, ключевым фактором является цена. Цена. Да, по-прежнему все-таки является цена. Ну а так, каждый объект, не хотелось бы делать кому-то отдельную рекламу, каждый объект находит своего покупателя, особенно сейчас. А если говорить по положению, какие направления самые популярные? Московский район у нас в последние годы очень активно развивается, и инфраструктура, и новые жилые комплексы. Поэтому, наверное, Московский район у нас является лидером по количеству вводимого жилья. Я не могу выделить какие-то отдельные жилые комплексы. Но много, да, там покупают? Да, много покупают. Дмитрий Ильич, ваши коллеги-экономисты, я хорошо помню, упугали, что когда 2014 год, рубль сильно обвалился. Соответственно, мы все знаем, что у застройщиков, как правило, своих-то денег нету, и они где-то занимают на строительстве. И говорили, что все теперь, займы обрублены, все плохо, и, дескать, в Твери все строительство замрет. Но мы видим, вот Екатерина подтверждает, что строят, строят и строят. Дмитрий Ильич, откуда деньги берутся? Я очень хорошо помню наши беседы того времени. И тогда очень хорошо среагировало правительство, и Центробанк в том числе. Потому что они прекрасно поняли, что если не поддержать строительную отрасль, это действительно приведет к серьезным непоправимым последствиям. И тогда эти шаги были приняты. Министерство Минстрой как раз сели пакет предложений, внес в Госдуму, правительство, и они как раз помогли оживлению этой отрасли. Дело в том, что любая страна, какой бы ни был кризис, после того, как опомнится или придет в себя после определенного потрясения, обязательным образом будет уделять внимание развитию этой отрасли. Конечно, строителям хотелось бы, чтобы внимания было больше. Но остальное предприимчивость этих людей и, соответственно, их способность должен компенсировать. Но они обязательным образом это сделают. Самое главное, чтобы у них был, знаете, хоть какой-то небольшой период затишья, чтобы они действительно приспособились, осознали всю эту ситуацию и приспособились к тем изменениям, которые уже произошли. Поэтому, слава Богу, что так произошло, потому что жилье — это главное, что один из главных моментов нашей жизни. И правильно Екатерина сказала, что она не наблюдала определенного спада до этого года в спросе на жилье, как на первичное, так и на вторичное. И я хочу как раз для телезрителей разделить эти два понятия. Первичный рынок жилья — это одно направление, вторичное — это другое направление. Сельское, местное, скоттеджные поселки — это третье направление. Кстати говоря, я хотел бы уделить внимание именно вот этому третьему направлению. Вы про него тоже, конечно, я понимаю. Тогда я не буду этот вопрос затрагивать, я, значит, дам комментарий. Пока мы говорим про первичку. То есть, мы еще раз вопросу пугали, что все станет, но мы видим, что новые и новые экраны вздымаются, причем во всех районах города, не только в южно-популярном нынче, не только Московский район, Заволжья, Пролетарский, Центральный, далее, что называется. Я хочу здесь добавить, что трезвые оценки должны быть. Вот, например, если я не ошибаюсь, в 2019 году в России было введено в строй то ли 25 миллионов квадратных метров жилья, то ли 27, сейчас точно не могу вспомнить, но достаточно много. По сравнению с этим годом, конечно, падение имеется. Где-то оценивается как в первичном жилье, так и во вторичном, где-то около 4,5%, 4,7%. Но здесь очень интересным является прогноз Минстроя. Там говорят, что если мы в конце года выйдем на 10% падение, это будет большой успех. На 10% падение это будет большой успех. Ну, я думаю, что они хорошо продумали определенные стратегии своего развития. Но я надеюсь, что 10% падения все равно не будет. Они взяли максимум. И видно, у них есть возможность и ресурсы, что 10% падение, после того, как более-менее поправится ситуация, уже поднимут вверх. А вот если будет более 10% падение, это уже наверняка будет не очень хорошо. А, Дмитрий Ильич, а опять-таки на цены, на жилье как-то повлиял все-таки падение рубля? Вот это сильное, которое случилось? К сожалению, у нас экономика такова, что у нас все равно все растет. Это, например, на нефтепродуктах понятно. Растет мировая цена на нефть, у нас топливо дорожает. Падает, у нас опять все дорожает. Это, к сожалению, не совершенство рыночного механизма. И очень большая роль в ценообразовании играет государство. С налогами, акцизами, причем прямыми, косвенными налогами и так далее и тому подобное. Поэтому в любом случае, в любом случае, подорожание будет. Дай бог, что это было небольшое подорожание. Прямо сейчас, я думаю, что Екатерина не даст соврат, примерно на 4-6% по стране стоимость жилья выросла. Здесь есть еще такой момент, уважаемые коллеги. Даже каждый, вот за эти 6 месяцев, или даже 5 месяцев, если взять с февраля, когда уже заговорили о коронавирусе, каждый месяц очень интересен для анализа. Март значительно отличается от апреля. Апрель значительно отличается от мая. Май значительно отличается от июня. И, соответственно, июль будет отличаться от всех предыдущих. Каждый месяц требует своего анализа. Самый плохой месяц в это полугодие, это, конечно же, апрель. Когда все встало, все замерло. И самое плохое, что люди потеряли работу. Многие до сих пор не могут найти работу. И, соответственно, это повлияло на их... Хотя они желали бы иметь квартиры, желали бы иметь жилье, но это как бы они отложили этот спрос. Сейчас на рынке жилья понятие отложенного спроса будет чувствоваться до конца этого календарного года. При этом, если будем учитывать, что не будет второй вальник коронавируса, не будет еще что-то, если мы уже прошли вот это все, оживление на рынке недвижимости, кстати, оживление строительства, мы тоже должны ожидать только к концу года. — Екатерина, а вот говоря про спрос, если говорить по типу, может быть, квартиры, что люди покупают? Ну, первичка, я имею в виду первичка. А все-таки стараются, скажем, сэкономить в том плане, когда-то раньше было много трешек брали, а сейчас все-таки двушечки, допустим, или вообще квартиры-студии. То есть, какова структура спроса на первичку, на новое жилье? Что больше берут? — Наверное, все-таки, в первую очередь, да, интерес возрастает к жилью эконом-класса и к помещениям меньшей площади. Но, опять же, наверное, мы сейчас говорим с вами о тех объектах, которые приобретаются с инвестиционной целью, да, если люди рассматривают свои денежные средства как источник надежного вложения, недвижимость как надежное вложение, то тогда, конечно же, наибольшим спросом пользуются квартиры небольших площадей, вот, и поэтому сейчас предлагают... — Что у нас в стране покупают во время кризиса? Мыло, соль, гречку и квартиру. — Керосин еще забыли. — Как объект инвестированный, простите, продолжается. — То есть, скажите, одно время, я помню, эксперты говорили, что вот эти квартиры-студии, которые появились потом, дескать, на них вроде мода прошла, и опять стали люди все-таки покупать полноценные однушки. Вот что в этом плане сейчас можно сказать? Насколько сейчас вот много или, наоборот, стали меньше предлагать вот этих самых студий, которые мы видим в западных фильмах, когда человек вроде свою квартиру заходит, а там в одном флаконе тут не у кухни, тут диван, тут рабочий стол? — Мы по-прежнему наблюдаем, что если вводится в эксплуатацию новый жилой комплекс, в первую очередь разбирают квартиры маленьких площадей. По-прежнему есть такая тенденция. Ну и небольшие однокомнатные квартиры, потому что низкая цена. — А сами застройщики как-то корректируют планировки, что называется? То есть, помните, еще не так давно, ну как, вообще, я стал замечать, что нынешние однушки, они совсем не то, что однушки в советское время, советской планировки. Они зачастую по площади однушка, это как в советское время двушка, то есть, там 40 квадратов и больше, в первую очередь за счет увеличения кухни. То есть, если помните, опять-таки, в советских квартирах зачастую кухня это там какие-нибудь 8 квадратов, а то и 6, то сейчас как бы кухня это 5 на 4 где-нибудь и так далее. А стали вот в этой связи из-за кризиса снова ужиматься однушки, стали они снова уменьшаться в размерах площади или нет? — Ну, то, что касается планировок, да, в последнее время наблюдаются тенденции так называемых европланировок, это большие кухни и небольшие спальни. Ну, и в студии по-прежнему пользуются спросом. В студии и полноценные однокомнатные квартиры, и малогабаритные, и полноценные однокомнатные квартиры, и полноценные небольшие двухкомнатные квартиры. Также традиционно большие трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры пользуются меньшим спросом, поэтому они и меньше предлагаются сейчас на рынке застройщиками. — А вот эти самые, то есть, однушки нет тенденции, когда опять стали уменьшаться в площади, то есть не 40, а там 35, 30? — Сейчас достаточно много различных предложений на рынке, однокомнатные квартиры, студии. У нас сейчас предлагаются от 20 до 45 квадратных метров. Огромный выбор планировок различных застройщиков. — А кто покупает в студии, к примеру? Это правда ли, что студия, что однушку, но студия, пожалуй, больше, это больше такой, знаете, удел молодежи? То есть, некий молодой человек, которому 23-25 лет, ну, сам заработали, родители помогли, то есть, пока он не обременен ни семьей, ни чем, и, соответственно, покупает студию. Или студии покупают, в том числе и семейные люди? — Нет, семейные люди редко. Скорее, да, это либо молодежь, студенты, которые учатся, и это люди, которые как раз вкладывают денежные средства для того, чтобы в последующем сдавать эту недвижимость. — Вот здесь очень четко прослеживается коммерческая составляющая этого процесса. Действительно, образ жизни у ныночной молодежи совсем другой. Все-таки глобализационные вопросы затронули наши города в том числе, и первые, кто реагирует на эти изменения, это молодежь, безусловно. С одной стороны, и родители тоже в этой ситуации, смотрите, молодой человек, он имеет желание пожить отдельно от своих родителей или в другом городе. — Продолжить как в Кавказской полиции, но не имеет возможности. — А вот как раз возможности родители здесь принимают участие, и первоначальную стартовую площадку они для своего ребенка готовят как студия или однокомнатная квартира. Все-таки какая-то гарантия, жилье у него есть. А дальше уже все зависит от того. Наверняка Екатерина со мной согласится, что, допустим, классические двух- и трехкомнатные квартиры уже покупают семейные пары после 30-ти, когда у них есть дети, когда у них уже не один, а два ребенка, три ребенка, дай бог еще. Они уже на этот сегмент рынка не претендуют. То есть все можно с маркетинговой точки зрения разложить и понять, почему принимаются такие решения. То есть и кто принимает решение о покупке? О покупке решения принимает в этой ситуации родитель или сам житель. И надо соотнести с возрастом этого человека. И мы четко эти тренды определим. Леонид Ильич, ну опять-таки экономический кризис, он же, на ваш взгляд, ударил по некоему условному среднему классу. Мы все понимаем, что в России средний класс не то, что в Америке, но тем не менее он у нас свой какой-то есть. То есть по тем, кто, может быть, еще недавно планировал купить как раз трешку, а вот теперь думает, нет, купим такая двушечку. Да, Рома, ударил, ударил достаточно серьезно. Вы знаете, что даже Министерство экономического развития Российской Федерации буквально месяц назад опубликовал данные о том, что располагаемые доходы упали. Они оцениваются от 8 до 12 процентов. Это падение, это не маленькое падение. Если, да, еще осторожность в людях, значит, они поняли, что сейчас надо чуть-чуть подождать. Опять-таки это средний класс, мы сейчас говорим о среднем классе, у которого есть, может быть, маленькие накопления, накопления не могут быть очень большими. Или они надеялись на кредитную, значит, составляющую. Они задумались, что так, надо пока подумать, надо пока подождать. Вот то, что я говорил, отложенный спрос. Спрос есть, но они этот спрос отложили, потому что еще неизвестно, что будет за горизонтом, что будет там через квартал или через полгода. Но при этом это сигнал для бизнеса, что спрос никуда не ушел. Спрос имеется. И вот как раз раз имеется спрос, этот механизм заставит бизнес, развиться в этой отрасли. Виктория, говоря о финансовой составляющей, стали ли люди больше покупать квартиру, скажем так, имея минимализм, ипотеку и так далее? Да. Такая тенденция тоже прослеживается. Спрос на ипотеку с минимальным первоначальным взносом тоже значительно выше, чем... Еще какое-то время назад. Да. Это потому, что у людей стало меньше своих денег, и они обращаются за ипотекой, да? Это, наверное, скорее связано с тем, что мы сейчас наблюдаем очень хорошие, очень привлекательные ставки по ипотеке в сравнении с предыдущими годами. Субсидированная государственная поддержка позволяет сейчас выдавать ипотеку на новостройки около 6% ставка. Ну и вслед за снижением ключевой ставки Центробанка снизились вслед и ставки на ипотеку на вторичном рынке. Все это повлияло на спрос. Дело в том, что если будем развивать эту тему, действительно, государство предпринято несколько шагов, достаточно значимых для поддержки ипотечного кредитования. Вообще ипотека — это понятие для экономики чрезвычайно нужное. Но есть одно но. Когда люди сталкиваются уже с самим процессом получения кредита, здесь начинаются иногда некие приключения. Я, например, хочу сказать, что не каждый банк эту процедуру проводит открыто и, соответственно, с точки зрения потребителя в выгодных условиях. Сейчас банки прекрасно поняли, что есть возможность некие очень льготные программы закрыть и, соответственно, больше получить маржу за свою банковскую деятельность. Это очень печально. То есть, что я хочу сказать. Есть государственные шаги, которые позволяют, например, снижение ставки рефинансирования регуляторов. Соответственно, дальше надо принять, чтобы банки приняли определенные шаги. Но этих шагов со стороны банков, субъекта рынка, недостаточно. Я, например, приведу пример, что один из моих сыновей, сейчас банк тоже называть не буду, столкнулся с ситуацией получения кредита в одном из банков. Я не буду все свои приключения, которые длились несколько месяцев, рассказывать. Но в конечном итоге нам пришлось от этого кредита отказаться. А кредит на жилье или просто кредит на... Ипотечное кредитование. На приобретение земли и строение на этой земле. А почему? Сейчас не хотел бы это сказать, но такой момент имеет место быть. Я знаю очень многих, которые потом приходят и консультируются, что им делают. Есть некое непонимание. И еще мне очень не нравится, когда наши банки ставят очень высокий процент первоначального взноса. Выдают 3 миллиона, а первоначальный взнос ставят 15-20%. Если бы у человека были бы деньги в тот момент, он не обратился бы к банку за ипотечным кредитом. И получается, что ты получаешь 3 миллиона и полмиллиона надо сначала отдать. Достаточно такой... Не увязывается с логикой эти все вещи. Я понимаю, что банки страхуются, потому что до сих пор остается огромный процент невозврата этих банков. Но я прекрасно понимаю, что есть совершенно платежеспособные, которые в данный момент нуждаются в кредите, а они этот кредит получить не могут. То есть у нас получается так, что не системные выходы из создавшей ситуации, чтобы объединились потребители и продавец банк, и получатель кредита, а все равно в антагонизме находятся, и каждый здесь преследует свою цель. Этого как-то такой ситуации, вот такой сложной кризисной ситуации этого не должно быть. Народ должен довериться банку, а пока этого доверия нет. Екатерина, если говорить о вторичке, что сейчас наблюдается на рынке вторичной недвижимости? На вторичном рынке мы также наблюдаем спрос активный. Это, наверное, связано с теми же причинами, которые мы уже обсудили. Вообще у нас традиционно вторичка подтягивается за первичным рынком, и здесь действуют те же факторы и снижения ставки, и тот самый отложенный спрос, про который уже сказал Давид Ильич. И пандемия тоже внесла свои коррективы, люди по-другому стали смотреть на свое жилье, поэтому здесь тоже достаточно активный спрос. Не знаю, как долго он продлится. Мер государственной поддержки, насколько я знаю, у нас до 1 ноября действует. Вот эта льготная ставка, которую сейчас предлагают банки. Что будет потом, посмотрим. Здесь хочу добавить, Екатерина, что, к сожалению, вторичный рынок в конкурентной борьбе проигрывает первичному. Проигрывает потому, что в мере государственной поддержки, о которой Екатерина говорит, во вторичном рынке значительно меньше. Их может быть 1-2 пункта, а все, больше нет. А там больше, вот это как бы спектр помощи больше, поэтому вторичному рынку в этом плане тяжело. Екатерина, а вот если говорить о сегментации с точками возраста, я, знаете, такую, слышал, как говорят, тему, что, к примеру, молодежь стала более востребована, ну, скажем, люди до 30 лет, и они все меньше внимания обращают на вторичку, построенную, опять-таки, еще совсем в советском рынке. Потому что вторичка, она же тоже далеко не только советская, как мы привыкли думать, уже 30 лет нет, как советской власти. И вторичка, это дома построенные 5, и 10 лет назад, и 15, и 20, и так далее. Вот. Ну, и, соответственно, вот когда люди, молодежь, покупают вторичку, они уже не интересуются вот этими хрущевками вообще принципиально, потому что у них, главное, не укладывать, что это такое за кухня 6 квадратных метров. Вот. И даже они, бывает, отворачиваются квартиры, которые в советское время вообще считались чуть ли не элитным или прекрасным жильем, это какая-нибудь, знаете, там, трешка, вполне нормальной площади с кухней, там, ну, 8,5-9 квадратов. Они уже и это не понимают, дескать, они говорят, ну, что это за кухня, давайте нам 5 на 4 и так далее. Вот вы фиксируете такую тенденцию, или это все-таки неверное мнение? Да, конечно же, такая тенденция есть. Есть, да? Кухня 8-9 метров, это только сталинки, которые тоже люди боятся покупать по причине изношенности и инженерных коммуникаций, и это связано с тем, что конкретно в нашем городе, на мой взгляд, сталинки находятся в не очень хорошем состоянии. Хрущевки, Брежневки — это маленькие площади, поэтому, конечно же, новое жилье, инфраструктура, благоустройство территорий, свежий ремонт, соответственно, такие же молодые непонятные соседи являются более привлекательными для молодого клиента. Но, опять же, я не могу сказать, что совершенно спрос на жилье советских времен отсутствует. Нет, я понимаю. Тут больше, наверное, еще, знаете, имеет значение все-таки состояние жилья, потому что если квартира в хорошем состоянии, дом в хорошем состоянии, то она тоже хорошо продается, потому что этот объект, он понятен. Люди не очень, люди боятся квартир, которые требуют финансовых вложений, потому что это касается, наверное, тенденции как на вторичном рынке, так и на первичном. Именно с этим, я думаю, связано то, что сейчас многие застройщики тоже стали уже предлагать квартиры с ремонтом под ключ, потому что, когда клиент видит продукт, в который еще непонятно, сколько надо вложить, при этом ограниченные финансовые ресурсы и ипотеку, которую нужно платить уже завтра, этот объект теряет привлекательность. У нас мне показывает телефонный звонок сейчас есть. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть два вопроса, если можно. Конечно. Первый, наиболее востребованный район новостроек в городе Твери. И второй, есть ли примерная хотя бы статистика, кто приобретает новое жилье, я имею в виду Тверичи, Тверской регион или какие-то иные регионы у нас на нашей территории. Спасибо большое, Екатерина. Спасибо. Ну, то, что касается районов, я думаю, что это, как мы уже говорили, Московский и Заволжский центральный. Ближнее и дальнее, Заволжский тоже большой. И ближнее, и дальнее, там тоже есть жилые комплексы, которые тоже сейчас активно развиваются. То, что касается клиентов, у нас на рынке покупателями являются как жители Твери, также приезжие из области, из соседних регионов, традиционно в наши регионы едут люди с севера. Последнее время мы даже наблюдаем тенденцию, когда люди из московского региона тоже приезжают в Тверск вкладывать денежные средства, поскольку все-таки, я думаю, что недвижимость сейчас по-прежнему в связи с нынешней экономической ситуацией. Люди опасаются за свои сбережения. И недвижимость является, наверное, сейчас самым, наверное, понятным вложением. Поэтому Тверской регион, учитывая его географическое положение, является достаточно привлекательным как для жителей Твери, так и для инвесторов из других регионов. Скажите, а вот опять-таки я живу в Южном, я, конечно, вижу много на улицах, ну, приезжие, это, ну, по внешнему виду, я так понимаю, это из Средней Азии. Вот, а понятно, они там много работают, потому что все эти жилые строительные, во-первых, стройки, они на них строятся, это торговый парк, соответственно, где тоже работают. Скажите, а они вот тоже, они купили или это все люди, как правило, снимающие жилье? И снимающие, и есть среди них очень достаточно много людей, которые покупают квартиру в ипотеке, используют материнские капиталы, у них у всех много детей, они любят определенные районы. Но, да, у нас очень много достаточно клиентов, которые приезжие из стран. А разве они получают материнский капитал, если он из Киргизии? Ну, они же очень многие уже с российскими государствами. Они уже приняли гражданство, многие. Просто женщины, наверное, это тоже интересует. Я могу добавить, значит, и в первом вопросе, и во втором. В первом вопросе я все-таки хочу добавить, что некое оживление в спросе в сельской местности, индивидуального строения. Как раз уже пора перейти вторичку, обсудить. И это первый вопрос, и потом объясню, почему этот спрос появился. А во втором у меня есть даже конкретные цифры. Если, да, регион и район области от района отличаются. Допустим, как телезрительница спросила, допустим, в Кимрах, в Осташкове, значит, в Калиазине, там больше преобладают, конечно, покупатели из столицы. В Твери, значит, больше жителей Твери. Что касается переселенцев из севера, которые еще по программе соотечественник приезжают, тоже об этом надо учесть. И в последнее время появился еще вот такой процент, такая категория, как как раз люди, которые лет 15-10 тому назад приехали на заработки, они уже стали гражданами, и они стали уже приобретать жилье. И эта тенденция будет нарастать. И получается, если в среднем сложить все это, что примерно 50%, 52-53% это жители нашей области, а 48% это Москва, мигранты, север, суда и так далее. Вот примерно вот такая раскладка. Екатерина, ну вот Дарья Ильич уже неоднократно затрагал эту тему, теперь к ней переходим. Что касается, как дела обстоят на рынке загородной, скорее даже может быть пригородной недвижимости, мы тоже видим, предлагаются жилые комплексы, малоэтажные, коттеджные жилые комплексы. Опять-таки, как сейчас, во-первых, повлиял ли кризис на их строительство, на предложение, потому что тоже понятно, что, наверное, а может я ошибаюсь, дом или таунхаус, по идее, наверное, стоит дороже, чем квартиры или нет? Расскажите нам, пожалуйста. То, что касается в целом загородной недвижимости, я думаю, что здесь рост стал заметен еще раньше, чем на рынке первичной и вторичной недвижимости, потому что, как только люди оказались дома в четырех стенах, они сразу же ощутили нехватку свободного пространства, и спрос на загородную недвижимость как в сегменте продажи, так и в сегменте аренда, насколько я знаю, очень сильно возрос, особенно в нашей Тверской области. То, что касается загородного малоэтажного строительства, здесь еще оказало влияние сельская ипотека, которая тоже сейчас еще на рынке существует, Росельхозбанк тоже предоставляет льготную процентную ставку. Ну, там дни сочтения этой ипотеки. Почему? Лимиты. Не будет поддержки государства больше. Деньги кончились или не хватит? Видно, да. Но, тем не менее, тоже продукт был интересный, который тоже вызвал оживление спроса на то же самое малоэтажное строительство, дома и таунхаусы. Мы в предыдущие годы тоже не наблюдали такого большого спроса на подобные объекты, которые наблюдаем сейчас. И то, что касается цен, тоже хочу добавить, что сейчас наибольшим спросом пользуются небольшие дома и таунхаусы. Если раньше застройщики строили площади от 180 до 250 квадратных метров, то сейчас самым ходовым являются таунхаусы и дома площадью от 90 до 120, наверное, квадратных метров. Потому что по цене это, как правило, трехкомнатная квартира улучшенной планировки. То есть, приблизительно то на то? Да. Ну, так ты еще ухожешь, у тебя какой-то участок своей земли. Да. А, Екатерина, а это каких районов касается? Это касается совсем-совсем пригородов. Мы знаем, к примеру, юго-западное направление, где там тоже коттеджные поселки. Я бывал в этих местах, там действительно стоишь, вот он у тебя отверенные ладони. Или это все куда-то подальше надо отъехать от города? Достаточно много предложений. Это и такие районы, как Шеблино, Черногубово, Глазково, которые являются достаточно близко находятся. Фактически предлесит двери, да. Да, общественный транспорт. И также сейчас пошло строительство объектов в населенных пунктах, которые находятся в пределах 10 километров от города. Такие 10-15 километров, такое расстояние тоже люди рассматривают для приобретения жилья на ПМЖ, для постоянного места жительства. А какие направления, если по направлениям? Раньше, как считалось, самый престижный это юго-запад, район Бурашево и так далее, там может район Рябеево туда. И юго-западное, и направление Заволжского района во все направления. И Глазково уже. И Соменко, и юность. Вот все эти выезды из города везде там сейчас активно тоже развивается. Малоэтажное строительство. Дмитрий Ильич, правда, как вы думаете, сейчас вообще тоже экономисты говорят, что коронавирус внес коренной такой перелом, а вот как Екатерина сказала, люди, посидев в четырех стенах, подумали, а буду-ка я лучше в четырех стенах свой забор сидеть на шести, а то и двенадцать, то и пятнадцать соток. И, дескать, сейчас начнется обратный исход из городов в пригороды, а может даже и подальше. Корреляция стопроцентная. Я бы даже сказал, что коронавирус внес коренной перелом в умышлении людей. Они поняли действительно, что пережить такого рода катаклизмы, особенно такого рода катаклизмы в сельской местности, гораздо легче, чем в городе. И сами представьте себе, когда у тебя есть участок, там, шесть соток, четыре сотки, неважно, где можно выйти, погулять, свежим воздухом подышать. Ты не ходишь, не трешься с соседями спина к спине. Полиция площадки лифти. Да, да. Тут, по большому счету, ты знаешь, что если ты будешь аккуратен, ты себя защитишь. А в городе ты не можешь быть. Ты сам можешь ходить в колпаке и можешь ходить в скафандре, но где прикоснешься, где подцепишь этот вирус, конечно, от тебя это не зависит. Вот здесь каким-то образом они поняли, что управлять своей жизнью там, в принципе, легче и лучше. Ну и, соответственно, потом еще дополнительные плюсы того, что действительно свежий воздух, тишина, а комфортно ты не проигрываешь. Сейчас технологии таковы, что и там у тебя все то же самое, что и в городе. И доехать до города до работы при тех хороших дорогах, которые у нас сейчас, слава богу, есть. Это буквально вопрос нескольких минут. И если, конечно, нет там какой-нибудь ремонта по дорогам и же с ними. И, соответственно, поняли, что одноэтажная Россия. Я хочу, чтобы сейчас вот этот термин действительно в России тоже как бы получился. Как в Америке. Как в Америке. Одноэтажная Россия. Как раз в России должна быть одноэтажная Россия. Потому что это другое качество жизни. У людей появляется собственность. А когда есть собственность, ты совсем по-другому относишься к земле, совсем по-другому относишься к соседям, к труду относишься совершенно по-другому. И твои дети воспитываются о том, что у тебя есть какая-то собственность. Это вот та земля, которая вот тебя вскормила и которая будет дальше еще кормить. И, имея такие площади, конечно же, Россия должна быть одноэтажной. А вы не боитесь, что она в итоге, вот как все-таки эти американские города, я, конечно, не был в США, но и читал, и видел, что в итоге не расползать на десятки-десятки километров в радиусе. Видите ли, в чем дело. Если бы у нас было такое, я бы только радовался. Потому что этим мы решили бы демографический вопрос. Но у нас-то население, особенно в Турской области, не растет. Так оно и в Европе не растет. А и в Европе не растет. Но Европа, бог с ним, Европа сама разберется со своими проблемами. А наши проблемы останутся у нас внутри. Если вопрос демографии в России не решится, то, соответственно, имея такие земли, такие территории, как удержать, охранять и развивать, будет проблематично. По расчетам демографов, сейчас, чтобы наша экономика действительно была значимой в мире, чтобы считались нашей экономикой, в нашей стране, имея такую территорию, должны жить как минимум 400 миллионов населения. У нас в Союзе 280 было напитано в конце 80-х. Тогда тенденция роста была. И, кстати, жилищный вопрос, о котором мы говорим, это же еще правительство надеется, что доступное жилье — это рост демографии. Но пока еще этой связи я не вижу. Значит, это всего лишь один из элементов в этой системе. Надо еще какой-то другой элемент, чтобы действительно это повлияло. С одной стороны, жилье, доступное жилье, гарантированное жилье. С другой стороны, что-то еще надо, чтобы рождаемость повесилась. А с третьей стороны у нас рекламный блок, дорогие телезрители, после которого мы подведем итоги программы, говорим о рынке недвижимости. Итак, снова программа «Тема дня». У нас прямой эфир. У нас осталось буквально несколько минут до конца эфира. Мы, по сути, сейчас подведем итог программы. Мне хочется задать гостям моим замечательным вот такой вопрос. А специалисты сейчас говорят очень много о том, что процентные ставки по вкладам в банках настолько низкие, оскорбительно низкие, что люди просто невыгодно им класть деньги, и они снимают. В этой связи такой вопрос, стоит ли эти деньги, может быть, направить на рынок недвижимости. Поэтому, Екатерина, вы про недвижимость. А, Дмитрий Ильич, сначала вы согласны с этим утверждением ваших коллег о том, что сейчас просто вызывающе низкие ставки, и деньги класть на какой-то вклад в банк в смысле уже никакого. Да, я соглашусь с этим. Это последние 3-4 года наблюдается такая тенденция. Это тоже показатель состояния экономики в нашей стране. И люди действительно валютные уклады вообще невыгодно держат, потому что там почти что ничего не дают, как депозитные уклады, проценты. И в последнее время рублевые тоже. Они действительно смехотворные. Люди ни в коем случае с такими процентными ставками, с такими обещаниями, в банк деньги свободные не будут вкладывать. И они будут искать, где как. А как обычно, каким решением приходят? Купят валюту и держат. Купят валюту и куда-нибудь в западный банк положат. И на худой конец, на имеющиеся деньги, купят такой продукт, который в своей цене не потеряет. И здесь как раз на квартире в этом плане совершенно подходящая покупка. Я думаю, что люди на банках деньги сейчас в ближайшее время держать не будут. В 90-е был такой рекламный ролик со слоганом «Московская недвижимость». Да, в цене. Такая высота к Сталинскому оказывалась. Екатерина, вы согласны, что действительно сейчас, уважаемый экономист подтверждает тоже слова коллег, что раз такие пироги, что называется, то лучше всего вложить деньги именно в недвижимость. То есть не во что-то там, даже может быть не в золото, золото все-таки, ликвидность непонятная, а именно купить квартиры. Конечно. Все остальные инвестиционные вложения, наверное, не так понятны людям. А вкладывать деньги в недвижимость гарантированно, по крайней мере, люди понимают, что они их не потеряют. Плюс могут использовать эту недвижимость как для своих детей, так и сдавать недвижимость в аренду, получать доход. Поэтому недвижимость является интересной с точки зрения вложения средств. Другое дело, конечно же, что мы сейчас наблюдаем, как сказал Давид Ильич, снижение покупательной способности. И реального дохода у населения. При этом мы наблюдаем рост цен на новостройки. Поэтому не знаю, насколько будут покупатели успевать за ростом цен и как долго сохранится этот спрос. То есть вы имеете в виду, что если у человека есть деньги на вкладе, лучше не тянуть? Да, лучше не тянуть. Никуда я, Катерина, самым агентством не денешься, приду к ней через 5 лет. Лучше не тянуть, сейчас мы наблюдаем рост цен. Смотрите, что у нас получается. Так как на фондовых рынках и финансовых рынках спекулянты тоже не дремлят. И существует спекулятивное давление на финансы и на курс рубля в том числе. Мы наблюдаем в нашем направлении, что сейчас обсуждаем следующее. За 1000 в апреле и в мае, потом как только нам разрешили выйти на улицу и соответственно в фирме возобновили работу, наблюдаем спрос покупки, желание смотреть дома. И здесь уже наблюдаем, что цена на недвижимость растет. Потом где-то в сентябре-октябре пойдет насыщение этого спроса. И примерно в ноябре-декабре, вот если график такой построит, цены, наверное, вернутся на уровень февраля. И зимой, наверное, Екатерина со мной согласится, что не очень-то активно продаются. Январь-февраль, да. Да, январь-февраль, не очень активно. А потом уже как бы к весне начинается вот интерес. Что будет в следующем году? Я сейчас, например, не возьмусь прогнозировать. Мы за это пригласим на следующий эфир и ближе к следующему году, вы нам это расскажете. У нас эфир пролетел, дорогие телезрители. Это была программа «Тема дня». Мы говорили о рынке недвижимости. Вот, как говорят эксперты, действительно, непонятно, где деньги можно сейчас хранить. Наверное, действительно, лучше купить какую-нибудь квартиру, потому что она никуда не денется, в отличие от бумажных ассигнаций. Спасибо большое, уважаемые гости. Спасибо, Рома. До новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»